В Ботаническом саду Петрозаводского университета гуляют не одни только ботаники. Юрий Фифилатьев, инженер-энергетик на пенсии, несколько лет назад выиграл городской конкурс ландшафтных проектов «Северные мотивы» и построил здесь, в Соломеном, языческую поляну, Саамские сейды и лабиринт. Ученые могут сколько угодно спорить о том, зачем древние люди выкладывали каменные спирали. Юрия Павловича их версии не устраивают. Якобы лабиринт сделан для того, чтобы ловить рыбу. Рыба пришла, запуталась, лентяй пришел, достал эту рыбу и ушел. Но это чепуха. Почему? Потому что подобные лабиринты находили на высоте над уровнем моря примерно где-то 700-800 метров. Как могла рыба допрыгнуть дотуда, да? Летучая рыба. Ну, знаете, да, прыгучая. Ирландские легенды сообщают, что на каменных спиралях при свете луны танцевали феи. В шведских сказаниях лабиринты отмечают входы в подземные дворцы. По норвежским поверьям каменные гряды выкладывали ледяные великаны. Юрий Павлович считает, что лабиринт собирает энергоинформационное поле. И когда гармония человека совпадает с гармонией лабиринта, идет резонанс. И человек становится просто хорошо. Для создания лабиринта понадобилось 500 валунов. Их собрали неподалеку, на берегу Анирского озера. И семь крупных шунгитовых сланцев привезли из Кондопоги. На создание энергетически-информационного поля пошло 11 тонн камней. Его не там лежит. Надо его вот сюда получить. Специалисты Института геологии Академии наук говорят, что на языческой поляне представлена вся геоистория Карелии. К примеру, Менделекаменный гнийск к берегам Анирского озера принес ледник с Белого моря. А шунгитовый сланец, как и малиновый кварцит, давно стал геологическим символом республики. Мы работаем в университете. Мы люди научного склада мышления. Соответственно, вопросы веры мы выносим за скобки. То есть мы стараемся все-таки оперировать знаниями. Лабиринт пользуется успехом у туристов. Каждый сезон сюда добираются 100-150 групп. И у любителей прогулок на свежем воздухе. Ботанический сад открыт для всех желающих. Мы уже привыкли к лабиринту. Он вписался в наш ваншафт очень удачно. Но иногда, конечно, когда приходит соответствующее настроение, можно и пройтись. Может быть, какие-нибудь новые идеи появятся. Теперь вы знаете, где в окрестностях Петрозаводска можно найти небольшой карельский Стоунхендж. Говорят, что если у вас сел телефон, то достаточно походить по этим концентрическим окружностям лабиринта, для того, чтобы зарядка восстановилась. Для уроков карельского Елена Фомина.